Музыка Уважаемые вангородцы, дорогие жители Ленинградской области, Ленинградцы, конечно, мы отмечаем в этом году праздник День России в особых условиях. Мы приняли решение отметить государственный праздник День России здесь, на западных рубежах Ленинградской области и России. С одной стороны, государственный праздник День России очень молодой, ему еще не в 30 лет, а с другой стороны, история России многовековая история. И мы, ленинградцы, очень гордимся, что государство российское начиналось у нас, на Ленинградской земле, в Старой Ладоге, куда пришли Рюль и Олег. И мы сегодня находимся здесь, на старейшей крепости. Наша страна в своей многовековой истории переживала очень много трагических моментов. Нас пытались поработить, захватить, починить свои воли, но мы никогда не сдавались. Этим и сильна Россия, многовековая дружба, взаимовыручка и помощь. И в этом мы убедились в последние месяцы. Я поздравляю всех государственным праздником, с Днем России, всем здоровья и благополучия. В День России почетное право поднять государственный флаг Российской Федерации предоставляется настоящим героем нашего времени. ПОДПИШИСЬ! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Футболисты очень любят футбол, участвуют в соревнованиях, хочется хорошее футбольное поле с трибунами. Как, что делать? Говорил и говорю, что не губернатор должен определять, что в каком городе строить, в первую очередь. И где какую площадку делать, игровую или благоустройство. Должен определять, кто в городе живет. Это жители. Причем молодежь должна свои предложения дать, люди постарше должны дать свои предложения, пожилые люди должны дать свои предложения. Я сразу сказал Соснину, что когда мы сделаем бассейн, мы готовы делать дальше еще один спортивный объект. И вы должны определиться, какой это будет спортивный объект. Если это будет стадион, и кроме вас это поддержит еще молодежь и жители, значит будет стадион. Если это какой-то другой спортивный объект, значит это будет другой спортивный объект. Но в любом случае, я вот сейчас спускаясь по ступенькам, сказал, я ставлю перед собой цель и задачу в течение пяти лет сделать так, чтобы на той стороне вам здесь завид. Вот это стоит основная задача. Мы вот сейчас начинаем строительство парусилы. Вот сейчас закончились меты, будем делать полностью, восстанавливать старые дома по собой. Ну все сразу, и деньги надо распределять равномерно, чтобы и в других местах появлялись и бассейны, и стадионы, и новые школы, и детские сады. У нас еще задача привести в порядок больничный городок, это наши парадные ворота, это Светогорск и Ивангород. Вам повезло с главой, потому что он более активный, вам уже первый транш пришел 500 миллионов, Светогорск помедленнее раскручивается, поэтому шансов у вас больше. Поэтому готовьте проекты, защищайте проекты и будем проекты реализовывать. И сразу хочу сказать по благоустройству то, что мы будем делать здесь на горке, рядом с музеем Билибина. Вы знаете, что археологи нашли фундаменты старой церкви, мы приняли решение в этом году, чтобы не останавливать благоустройство, мы эти фундаменты обозначим другого цвета плиткой, выделим контуры фундаментов. На следующий год мы поднимем эти фундаменты из земли, и будет зона благоустроена, но будет видно, как вот это делают в Италии, или во Франции, или в Греции, но тоже где есть много древности. Будет такой фундамент, показанный, что здесь когда-то была старая церковь. А внутри этого фундамента мы договорились уже с Русской Православной Церковью, с Владыкой Дмитрофаном, что мы поставим часов. Причем часов нет такого общего пользования, где не будет таких предметов, которые можно будет снять, унести. Это будет все в камне, в мозаике, в росписях, и каждый может зайти, посмотрите, она будет полностью повторять контуры этого храма. То есть у вас появится еще такое, знаете, уникальное историческое место, помимо крепости. А по крепости со следующего года, где-то, наверное, с мая, с июня, мы начнем вот этот большой амбар восстанавливать. Это будет у вас такое культурное пространство, выставочное культурное пространство. Здесь можно будет проводить и концерты, и выставки, и собираться проводить молодежные акции. То есть это будет такое тоже место общего пользования, даже лучше, чем на порядок, лучше, чем то, что мы сделали здесь. В чем беда Ивангорода? Вы бы жили намного лучше даже за свои деньги. Может быть, нам пришлось бы меньше вам помогать, если бы город был более активным. Но мы понимаем, что границы и так далее, поэтому мы должны сюда привезти несколько международных событий, несколько фестивалей. Может быть, вот появится у нас выставочное пространство, мы будем делать международные выставки, чтобы приезжали туристы, смотреть гости. Ну, музыкальные фестивали. Может быть, попросим, как и в Выборгском замке, здесь сделать несколько дневных лицовских турниров. С тем, чтобы гости приезжали, туристы приезжали, малый бизнес оживал и так далее. А это же, стадион будет? Вот, пожалуйста, вот глава пусть готовит проект, стадион у вас появится. Очередей и отстойников для тех, кто стоят в очереди на границе? Вы знаете, я уже три года бьюсь, и даже вот не буду стесняться, что здесь в том числе меня снимают каналы. Я бьюсь с федеральными надзорными органами и структурами с тем, чтобы здесь создать цивилизованный пункт накопления машин, такой же, как есть на той стороне. Причем он должен быть вне городской черты, со всеми современными электронными нормами, правилами и требованиями. То есть, когда водитель заранее получает свой электронный номер и свое время, когда он должен приехать в этот отстойник. Он приехал, встал в пункт накопителя, он выехал, транзитом пересек. Мы никуда пока не уйдем, нужно строить новый мост, мы будем у вас. Но лет через пять, потому что сейчас наша задача построить два больших моста. Мы надеемся, что с июля месяца мы возобновим согласование. Наша задача осени начать здесь строить пункт пропуска, пункт накопительного пропуска для грузовых и лейковых машин. Он будет двойного назначения. И для лейковых машин, и для грузовых машин. Их реализовывать. Причем даже конкурс есть инвесторов. Там будет даже такой мини-отель для водителей, чтобы они могли отдохнуть. Вот сразу вы увидите, насколько экология вдоль дороги изменится. Вот дайте срок, я думаю, уже осенью мы здесь начнем его строить, а весной мы его запустим. Если, сразу только скажу, что потом, знаете, вы как это, есть такое слово к молодежи, чтобы за язык потом не прибили, да? При условии, что федеральные структуры нам это все согласуют. Потому что все-таки мы должны понимать, что решающее слово за ними. Но мы все сегодня сделали и полностью гарантировали все требования, в том числе требования пограничной безопасности. Он бы так долго рассказывал, потому что я очень люблю Вангород, я правда люблю, чтобы он был красивый. И спасибо, что мы... Субтитры создавал DimaTorzok